приветствую всех зрителей у себя на канале за рабочий беспорядок прошу простить на данный момент я потихоньку перебираюсь в новую мастерскую часть оборудования уже перевел здесь все на данный момент вверх дном но не в этом суть значит сегодня я бы хотел вам показать вот такую простенькую схему которую набросал за парочку часов можно сказать сделал схему плату собрал и испытал все это дело это испытатель транзисторов при том для биполярных транзисторов эта схема может проверять как npn транзисторы таки pnp очень часто все началось с того что на днях мне требовалось с меня требовалось проверить большое количество всяких разных силовых транзисторов на подлинность на соответствие характеристикам и пришлось по-быстрому сделать вот такую штуку значит наверняка все вы покупаете на алиэкспресс силовые компоненты всякие разные в том числе и транзисторы значит здесь у нас вот на данный момент несколько мощных транзисторов где здесь подделка где оригинал честно сказать я пока еще сам не знаю просто в разный временной период покупал и все можно сказать в перемешку сейчас требуется сортировать понять где здесь оригинальные где поддельно это мощные транзисторы для усилителей звуковых звуковой частоты транзисторы тоши b2 са 1943 2 sc 5200 думаю всем они хорошо знакомы это усилить транзисторы планируется вот для этого усилителя пришли пришли мне недавно печатные платы заказанные на сайте компании gilc кстати если кому интересно герберы на это эту плату я оставлю в описании значит вышло так что я с интернета скачал в общем-то герберы для этого ланзарчика и были некоторые там проблемы когда получил здесь были проблемы связанные в частности с диаметром отверстий так далее и тому подобное я всю плату переработал можно сказать и в описании уже найдете нормальные герберы может кому-то интересно захотите там заказать себе печатные платы будет папка в архиве проекта будет папка с названием гербер не нужно заморачиваться просто берете эту папку не распаковываете берете загружайте на сайт компании gilc и в принципе все оплачиваете заказ и так далее ладно вернемся к нашему испытателю транзисторов вот так выглядит эту плату я также оставлю в описании также будут и герберы может кто-то захочет себе заказать тем кто следит за моими каналами думаю знакома отчасти эта схема это схема токовой электронной нагрузки фишка в том что она может проверять как npn транзисторы таки pnp транзисторы можно сказать вот эта часть схема копирует эту это вот у нас испытуемые транзисторы так состоит схема из двойного операционного усилителя каждый канал операционного усилителя задействован для проверки определенных транзисторов здесь у нас имеется вход источник питания можно сказать собран на вход можно подавать слаботочное питание от там 15-24 вольта можно и чуть чуть меньше здесь это питание выпрямляется при том можно подавать как переменку так и постоянку в случае постоянки здесь полярность не важно то есть подключаете как вам угодно диодный мост все равно сделает свое дело значит дальше это напряжение стабилизируется линейным стабилизатором на 12 вольт на выходе здесь мы получаем 12 вольт это напряжение поступает через вот этот резистор на источник опорного напряжения в лице микросхемы и он т.л. 431 здесь эта микросхема сугубо подключена как стабилитрон и опорное напряжение будет в таком включении два с половиной вольта может быть заменена соответствующим стабилитроном так далее это опорное напряжение через вот эту цепочку это резистор который задает лимит тока это у нас подстроечный резистор с помощью которого мы можем менять ток который будет протекать по этому вот транзистору ну в целом по датчику току в общем это опорное напряжение у нас поступают на прямые входы операционных усилителей на инверсные входы под поступает напряжение которое будет формироваться падение вернее напряжение которое будет формироваться на датчиках тока вот это у нас датчики тока здесь вот подключены к испытуемым транзистором так при протекании определенного тока в этих датчиках будут образоваться под на этих датчиках будет образоваться определенное падение напряжения которое которое будет сравнено с опорным. Меняя опорное напряжение, мы фактически меняем ток, протекающий через транзистор. Здесь у нас еще один дополнительный маломощный транзистор, который является управляющим транзистором. Это у нас NPN-транзистор средней мощности BD139. Здесь у нас подключается силовое питание, то есть то питание, которое будет закорочено, скажем так, на транзистор. Например, данная схема рассчитана как низковольтная, но 30 вольт больше я, честно сказать, не пробовал. И особо тщательных расчетов, честно сказать, ребята, я не делал для этой схемы, вот этой части. Сделал только расчет именно тока. С данным раскладом компонентов, с применением вот таких датчиков тока, ток у нас будет регулироваться в пределах от 0 до 10 А. То есть максимальный ток через транзистор будет 10 А. Это позволит на полную нагрузить практически все вот такие ходовые транзисторы большой мощности. Единственное, что эта схема не может сделать, то есть мы здесь испытываем транзисторы по мощности, скажем так. Тогда нагружаем соответствующей мощностью. Естественно, устанавливаем транзистор на теплоотвод с применением термопасты. И, допустим, этот транзистор 2S5200, допустим, он на 150 Вт. Я гружу там 100-120 Вт, жду некоторое время, если они потерпят, то все нормально, значит транзистор оригинальный. По напряжению мы, к сожалению, здесь схема не позволяет сделать замер, то есть напряжение, коллектор-эмиттер максимальное проверять. Остальные характеристики можно с помощью транзистор-тестера проверять. Ну и, конечно, транзистор-тестер не проверяет мощность, а наша схема позволяет нагрузить транзистор, чтобы понять, какой там примерно кристалл. Может ли отводить такое количество тепла, или все-таки там китайцы накосячили где-то и поставили маленький кристалл, как это очень часто бывает. Ну, в общем, суть, думаю, понятна. Значит, вот наша крутилка, вот датчики тока. По поводу, значит, расчетов. Расчеты я давно в каком-то видео показывал. Расчет токовой нагрузки. Было у меня видео. Ссылку найдете в описании. Значит, здесь единственное, что я делал, это расчет датчика тока и расчет в целом лимитов тока. Здесь при максимальном токе в 10 А, который будет протекать по этой вот цепи, на этом датчике у нас будет образоваться падение напряжения 0,5 В. И вот здесь мы с помощью этого резистора регулируем на прямом входе операционного усилителя напряжение в диапазоне от 0 до 0,5 В. Значит, при максимальном, опять же, токе в 10 А, мощность, которая будет выделяться на датчике тока составит около 5 Вт. Поэтому резисторы выбраны 10-ваттные. Можно пересчитать схему под любой другой необходимый вам ток. Посмотрите то видео, там все я подробно рассказывал. Ну, в принципе, здесь как бы очень простой. Питание, которое подается здесь, думаю, понятно. DC, то есть постоянное напряжение. И там от лабораторного блока питания можете подавать. Даже не стабилизированное можно подавать. Так, но лучше стабилизированное. Схема будет поддерживать заданный ток. То есть это, напомню, что именно стабилизатор тока. Вот у меня уже здесь припаян транзистор. Это у нас прямой транзистор, PNP структуры. Значит, здесь желательно выводить проводами. То есть это вот подключается к NPN транзистору. Это к PNP транзистору. Там промаркировать эмиттер-коллектор база. И вот такие штучки желательно поставить. Блин, нету, да, у меня, к сожалению, вот рядом. То есть коннекторы, да, обычные самые, блин. Где-то точно валялись, нету. То есть обычные коннекторы там с винтиком. Вставляете транзистор и закручиваете и проверяете. Это удобно, то есть можно без использования паяльника испытывать всякие разные транзисторы. Так, давайте сейчас мы подключим. Все это дело к лабораторному блоку питания. Покажу, как это работает. Так, подключил к лабораторному блоку питания. Значит, здесь я забыл также указать. Вот сюда подается именно питание. На данный момент у меня подано с аккумулятора. Здесь на печатной плате имеется, скажем так, узел, который позволит подавать питание в обход диодного моста. Тут поставлен просто здесь, вернее. Можно подавать непосредственно 12 вольт по стоянке. На плате имеется небольшой диодик для защиты от обратной полярности. И питание можно подавать 12 вольт по стоянке через вот этот узел. Но здесь я это не нарисовал. Здесь вот можно подключать любой источник с напряжением вот в этом диапазоне. И током 100, 150, 200 мА, 300 мА. Больше, думаю, нет смысла. Потому что управление потребляет небольшой ток. Так, я сейчас вот прижимаю пальцем. Это, конечно же, не самый гуманный способ. Потому что здесь контакт никакой, можно сказать. Термопасты нету. Но это я чисто для того, чтобы показать вам, как эта штука работает на деле. Так, вот я включил лабораторный блок питания. Обратите внимание, здесь два канала лабораторника подключены параллельно. Можно поднять напряжение. Допустим, сделать побольше. Можно сделать, но этот транзистор явно поддельный. Я уже пробовал. У нас нагревается при небольшой мощности. Так, сейчас вот два канала параллельно. То есть, вот фиксируем потребление. Мощность, вернее, в ваттах. Самая вот нижняя строка. Так, сейчас я беру регулятор и вращаю потихоньку. Вот видим, что ток увеличивается. На данный момент 10 Вт с каждого канала потребляется. Вот снизу. То бишь, на транзистор у нас выделяется 20 Вт. Ну и еще на датчиках тока тоже будет выделяться определенная мощность. Так, давайте побольше сделаю. Так, транзистор кокнулся. То есть, он ушел в мир иной. Я даже не успел зафиксировать, какая тут мощность была. В общем, это 100% поддельный транзистор. Даже вот по внешнему виду видно. Здесь у нас отверстие поменьше, чем должно быть. Ну, 30 Вт, думаю, да, он потерпел. Может, чуть-чуть больше. Я, честно, вот не заметил. Так, это вот тоже самое. Тоже китайская подделка. Вот они так выглядят. То есть, здесь все сделано крайне небрежно. Вот эти, скажем так, штамповки. Да, я сейчас покажу. Это тоже поддельный. Покажу сейчас вам оригинальный транзистор. Вот он у нас. Так, сейчас, минуточку. Ну, оригинальный у меня установлен. Это, кстати, ребята, тоже поддельный транзистор. То есть, вот таким крупным шрифтом. Это вот это у нас является оригинальным транзистором. Видите, такой черненький, не блестит ничего. Вот, видите. Даже по блеску тоже можно определить. Это мы четко видим, что перемаркированный транзистор. То есть, здесь явно что-то другое было. Если вот на камеру это нехорошо, не слишком хорошо видно. Но такое ощущение, как будто шкурили поверхность транзистора. Вот эти вообще имеют бугорки, которые на глаз очень хорошо видны. Это и ярая подделка. Здесь видим, да, отверстие очень криво сделано. Вот с обратной стороны, если посмотреть, то есть, со стороны подложки, если вот сравнивать два, три этих транзистора. Здесь видим, что вот очень все аккуратно, классно сделано. Но здесь, в принципе, тоже здесь, ну, в принципе, в принципе, неплохо. Но если вот посмотреть, вот эти отверстия находятся вот как бы смещены вниз, да. Здесь вот такого нету. Здесь по центру, можно сказать, да. Вот так выглядят эти транзисторы. Вообще, на данный момент китайцы их копируют очень хорошо. То есть, по внешнему виду определиться трудно. Это вот самая худшая подделка. Есть подделки гораздо хорошего качества у них. Как правило, у всех подделок, что я встречал, очень-очень жесткие выводы. У оригинальных, в принципе, они тоже такие нормальные, но не такие жесткие, как у подделки. По внешним признакам определить крайне трудно, если подделка, повторюсь, хорошая. Так, сейчас мы будем проверять транзистор 2SC5200. Это у нас, скажем так, тоже как бы не совсем оригинальный транзистор, но довольно-таки хороший. Он около 100 Вт без проблем терпит. У меня был его дружок. Сгорел при мощности 120 Вт. Там проработал где-то, наверное, секунд 20-30. Но в целом 100 Вт, они 80 Вт, можно сказать, долговременно терпят. Их максимум 150 у оригинала. Значит так, прицепил я второй транзистор. Это у нас уже НПН-транзистор 2SC5200. Ну, собственно, та же схема. Плюс подключен сюда масса с лабораторного блока. Это общая, то есть подключается к любой из масс. На плате это уже будет понятно. Так, я запускаю лабораторный блок питания. Как видим, ток по нулям. Напомню, что два канала у нас параллельно идут. Аккумулятор у нас питает сугубо операционный усилитель и опорный источник. То есть как слаботочный источник питания. Так, увеличиваю ток. Ну, резистор, собственно, советский. Понятно, он такой вот, в общем-то, резкий и очень плавно. Ну, в принципе, можно, если захотеть. Если плавность не устраивает, можете там последовательно поставить переменный резистор с более мелким сопротивлением и получить таким образом как плавную, так и точную регулировку. Простите, как грубую, так и точную регулировку. Вот сейчас на данный момент уже 37-38. Так, 40 ватт с каждого канала. То есть в сумме у нас получается, что по транзистору у нас на транзисторе выделяется 80 ватт. Понятно, да? То есть, ну и частично, конечно же, это через датчик тока. Но тут мощность небольшая. В данном случае вы можете как бы сами посчитать. Не более 3 ватт, я думаю. Так, ну давайте до 100 ватт сделаем. Так, 47-48. Ну вот, 50 ватт. С каждого канала у нас идет 50 с половиной даже практически ватт. Транзистор, как видим, работает. Да, горячий. Палец как бы не терпит, если на корпус установить. Но тепло прекрасно отводится. Радиатор тоже как бы теплым стал. Ну, можно так вот погонять. С обдувом желательно все это делать. Потому что в реальных условиях как бы будет обдув. Так, нет, не спалил. Просто блок ушел в ограничение тока. Все прекрасно регулируется. Если транзистор умирает, то моментально на лабораторном блоке питания выставляется максимальный ток. В данном случае 3,2 А. И все. Кстати, из недостатков. Так, все прекрасно регулируется. Транзистор выдержал. То есть он хороший, его можно использовать. Отключаем все это дело. Видим, что схема прекрасно работает. Может проверять как по канальному NPN, так и по NPN транзистору. Из недостатков данной схемы я замечу, что при выходе из строя транзистора может еще и пострадать управляющий транзистор. Например, у меня спалил где-то 3-4 транзистора. Ну, поддельных как бы. Пока еще управляющий вот этот транзистор ни разу не выходил из строя. Но вероятно как бы это. Также может выйти из строя операционный усилитель. То есть в случае сгорания этого может он подтянуть. Это тоже маловероятно, но возможно. Так что желательно вот, если уж спалили, скажем так, транзистор подопытный, то желательно проверить и вот цепь управления. Так, но все, что здесь использовано, это стоит копейки. Как бы можно без проблем заменить. Эти вот резисторы в эмиттерной цепи транзистора управления у нас 2-х ваттные. Достаточно мощными они должны быть. Могут нагреваться. Это нормально. Ну, еще и будет нагреваться датчик тока. По поводу схемы это, думаю, все. Значит, опять же напомню, что ссылку на печатную плату, блин, достаточно горячий, но выдержал. Смело его можно поставить уже на ланзарчик. Эти два я проверил. Они нормальные, классные, работают. Сейчас вторую пару будем впаивать. Все платы, ссылки на все платы, речь об испытателе и о плате ланзара, плюс гербер файлы найдете в описании. Ссылку на компанию GLCPCB также найдете в описании. На этом, друзья, все. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои отзывы. Скоро будут новые видеоролики. Мне пришла огромная партия всевозможных разных плат, которые ранее заказывал. И будем потихоньку делать, собирать. Скорее всего, по поводу плат. Что пришло, какие проекты ожидаются. Будет тоже отдельное видео на этом канале. А на этом у меня все. И до новых встреч. Пока.